Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды Универ ТВ. В студии я, Лилия Талибова, и мы начинаем. СМИ анонсировали призвание игромании психическим расстройством. Новогодняя елка зажгла свои огни для детей сотрудников КФУ. Почему Кашбабай стал излюбленным волшебником у японцев? Как меняется современный бизнес? С ответом на этот вопрос в Казанский федеральный университет прибыл профессор Стэнфордского университета. О каких тенденциях развития бизнеса рассказал специалист, ты узнаешь в следующем сюжете. 26 декабря Казанский федеральный университет посетил профессор высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стрибулаев. Целью является проведение семинара «Групповое принятие решений и трансформация организаций». Лектор рассказал аудитории про основы современного бизнеса и тенденции его развития. Главной темой выступления стали инновационные методы. Также лектор затронул тему прогресса в бизнесе, сформулировав основные принципы изменений. Он озвучил главную проблему падения или застоя ведущих компаний. Неготовность меняться из-за успеха и отсутствия развития в новых сферах приводят к появлению серьезных конкурентов и вытеснению компаний с рынка. Примером была история первого айфона и реакция корпорации Майкрософт на его появление. И у Стива Бомбра за интервью «Боитесь ли вы айфон?» И вот что он говорит. Он сказал, что нет абсолютно никаких шансов, что айфоны будут, хотя бы даже маленькая доля рынка. Никаких шансов. В конце семинара Илья Стрибулаев сделал свой прогноз развития на ближайшие пять лет. По его мнению, за эти годы произойдет больше революционных прорывов в бизнесе и экономике, чем за последние пятьдесят. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Детский университет Казанского федерального университета завершил образовательный сезон 2017 года. Об остальном тебе расскажет Олег Кашин. Детский университет Казанского федерального университета 24 декабря организовал праздничный концерт в честь завершения образовательного сезона 2017 года. На концерте, посвященном Новому году, наградили лучших студентов проекта, а также подвели итоги уходящего года. Напомним, что детский университет создан при Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета. Цель проекта – популяризовать науку среди молодежи, заинтересовать их в процессе познания. Сезон 2018 года начнется 11 февраля, а на лекции детям расскажут про твиттер-дипломатию. Олег Кашин, Андрей Багаудинов, Универ Ньюс. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения официально признает зависимость от видеоигр болезнью. Игроманию назовут психическим расстройством, которое может иметь серьезные последствия для здоровья. А значит, у врачей станет больше работы. Всемирная организация здравоохранения впервые внесет игроманию в международную классификацию болезни, сообщает британский журнал New Scientist. Игромания выделена из всех зависимостей отдельно, с моей точки зрения, именно потому, что существуют жалобы со стороны близких, родственников, структур различных, которые пострадали от сотрудников, которые проиграли их средства. Именно с точки зрения защиты тех людей, которые часто страдают из-за игроманов. Поэтому категория игромания и вели. В наше время игромания считается одним из распространенных отклонений. Зависимость формируется из вполне безвредного увлечения компьютерами, сетевыми или азартными играми. Одна из разновидностей финансовых аддикций. Вот есть мир, гигантский мир финансовых аддикций. Кредитомания, взяткомания, игромания, когда тоже делаются ставки. И этой зависимостью страдают не все аддиктивные личности, которые легко впадают в зависимость к различным ценностям, без которых у них начинаются страдания, депрессии, тревоги. И поэтому им всегда нужно получать очередную дозу. Формулировка редакции нового проекта международной классификации болезни пока не раскрывается. Однако в ней будут излагаться критерии, необходимые для определения симптомов игромании. Утверждается, что данное заболевание будет классифицироваться как психическое расстройство. Кто так особенно верит в чудеса, ждет сказочного Деда Мороза и его внучку Снегурочку. А кто пишет письма со своими пожеланиями на Новый год? Конечно же, дети. Именно для детей, преподавателей и сотрудников Казанского федерального университета прошло новогоднее представление. На праздничной елке побывала и наш корреспондент Анна Глазунова. Скоро наступит долгожданный праздник – Новый год. А какой же Новый год без елочки, без новогодних представлений, без Деда Мороза и Снегурочки? И чтобы этот праздник получился по-настоящему ярким и запоминающимся, обязательно должны присутствовать два главных его атрибута – подарки и сказочное новогоднее представление. В актовом зале Института психологии и образований для детей-преподавателей сотрудников Казанского университета прошла новогодняя елка. Готовить ежегодно сценарий представлений стало уже традицией. В этом году главными героями сказочного представления стали принцы и принцесса. Как вы заметили, в нашем сценарии один отрицательный герой – это мышильда, которая у нас закладовала нашу принцессу, сделала из нее мышку. Приходят сказочные герои, добрые, всем известные, всем детям, от мала до велика, так сказать, и помогают нашему принцу раскладывать принцессу. Мы общими усилиями сделали этот праздник, я думаю, он получился. Сказочные герои водили хороводы, проводили игры, старались заинтересовать каждого ребенка. Джин использовал немного своей магии, волшебными словами перекрашивал воду. Но самые смышленые маленькие зрители раскрыли все секреты. Там была краска, там фольга и краска. То есть ты поняла секрет фокусу, да? Мне больше понравилось танцевать в хороводе. А Дед Мороз, Снегурочка, добрые были, хорошие? Да, добрые, хорошие. Вместе с Дедом Морозом зажгли яркие огоньки на елке. Яркие костюмы героев, интересный сюжет, представление, а также талантливая игра героев создала у всех зрителей атмосферу доброй сказки. Долгожданные огни на елке зажглись, подарки получены. Дед Мороз и Снегурочка уже почтили своим вниманием. А это значит, что сказка и чудо в жизни этих ребят воплотилась. Анна Глазунова, Ленар Довлетиаров, Универ Ньюс. Пожалуй, каждый из нас в детстве верил в легендарного повелителя зимы, который раз в год оставляет подарки под елкой. А вы хоть раз в жизни писали ему письма и задумывались, настоящий ли у него борода? В поисках ответов на свои вопросы корреспондент Аделя Шемелова отправилась в резиденцию Кашбабая. И вот что ей удалось узнать. Новый год. Один из немногих праздников, от которого сказки ждут не только дети, но и взрослые. Чтобы вы, наши телесрители, тоже поверили в чудеса, мы встретились с самым главным волшебником Татарстана Кашбабаем. Нам удалось узнать, какие письма приходят к нему в резиденцию и с какими просьбами. Как оказалось, Кашбабай и его дочка Карказе – любимые персонажи не только у татарстанцев. Письма им приходят со всего мира. Впрочем, иностранцы обычно ничего не просят, поздравляют с Новым годом и Рождеством. И хотят, чтобы Кашбабай поздравил их в ответ. Очень радует письмо, которое приходит из-за рубежа. Это было недавно письмо из Уэльса, из Франции, из Калифорнии. И самое поразительное письмо было из Японии. А чем оно поразительное? Поразительное, знаете, они ничего не просят. В нашей детишке некоторые там просят, кто компьютер, кто игрушки, лего такие. А там просто поздравления. И они говорят, что у вас, наверное, там холодно. Вам, наверное, холодно, вы приезжайте к нам. Повышенный интерес японцев к Кашбабаю вполне себе объясним. Разобраться в этом вопросе нам помогли представители страны восходящего солнца, которые работают в Казанском федеральном университете. Говоря о взаимоотношениях Татарстана и Японии, хочется отметить взаимный интерес в области спорта и культуры. Например, в Японии известны татарстанские фигуристки, а в спортивных сборных в Казани присутствуют японцы. Так называемый обмен, скорее всего, послужил причиной активного интереса японских детей к татарским сказочным героям. Ну а пока, ожидая самый волшебный зимний праздник, Кашбабай продолжает получать письма и принимать у себя юных гостей. Здесь у него целая коллекция детских поделок. Особое внимание моментально привлекают вот такие необычные елочки. Среди них даже определены победители в разных категориях. Например, самая креативная или семейная елка. Ежедневно Кашбабай принимает поздравления, да и сам щедр на добрые слова. Про наш телеканал он, конечно же, не забыл. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы в новом году в ваших домах было тепло, уютно, сытно. Чтобы Новый год принес вам новое свершение, чтобы ваши желания сбылись. А студентам я желаю, чтобы они вовремя сдавали свои зачеты и экзамены. Поздравляю вас с Новым годом. Пусть будет у вас все хорошо, радостно, весело. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok